В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Бескорыстный труд. В администрации наградили добровольцев, которые оказывают помощь во время пандемии. В центре поддержки предпринимательства подвели итоги конкурса «Юлка-фест». Спорт в каждый двор. На спортивной площадке прошло последнее в этом году занятие в рамках областного проекта. Далее расскажем обо всем подробнее. В администрации наградили активистов волонтерского движения «Мы вместе». Всероссийскую акцию взаимопомощи запустили весной. Благотворительный проект объединил неравнодушных людей, которые во время пандемии помогали пенсионерам, своим коллегам во время болезни и самоизоляции и совершенно незнакомым горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работники ядерного центра и муниципальных предприятий, бизнесмены, студенты. Десятки неравнодушных к чужой беде горожан откликнулись на призывы помочь тем, кто нуждался в этой помощи. Вызванный пандемией, всеобщий страх не стал препятствием для волонтеров. Добровольцы Сарова объединялись в группы, примыкали к уже существующим в городе волонтерским организациям или присоединялись к всероссийским проектам, таким, как «Например, мы вместе». Эта акция направлена на помощь пожилым людям, которым нужно оставаться дома на самоизоляции. С марта волонтеры доставляют им продукты и лекарства. Накануне Нового года добровольцы получили благодарственные письма Госкорпорации «Росатом» за свой бескорыстный труд. Я хочу сказать искренне спасибо вам за тот ваш труд, который вы сделали, помогли всем нашим людям, потому что они нуждаются в этой помощи. Вы с самых первых дней пандемии, не прекращаясь на день свою работу, по сегодняшний день, я уверен, что это будет продолжаться, вы там, где нужна помощь. Вы те, кто совершенно мало говорит, но очень много делает совершенно бескорыстно. Это достойно просто глубочайшего уважения. В день награждения в зале собрались далеко не все волонтеры. По всем известной причине пришлось позвать только активистов. Людей, которые пусть понемногу, не каждый день, но находили время помочь гораздо больше. Многие говорят, мы не верим, что можно делать это просто так. Есть какая-то, ты ищешь какую-то сторону. А я на самом деле в это верю. И вот вы живой пример тому, что это явление у нас есть. Вот эти добрые сердца, эти благие дела, которые совершаются, они дают нам возможность верить, что у нашего города и вообще у нашей страны большое будущее. Вам огромное спасибо. К сожалению, пандемия не сбавляет обороты. Заявок все больше. Помимо пожилых горожан на самоизоляции, помощь нужна тем, кто сидит на карантине и не может выйти из дома. Еще долго труд волонтеров будет востребован. Ровно год назад власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Позже заболевание получило официальное название COVID-19. За год коронавирусом в мире заразились более 81 миллиона человек. Умерли 1 миллион 770 тысяч пациентов. В России в 2020 году COVID-19 заболели более 3 миллионов человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 56 тысяч россиян. В рейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19 Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии. За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. В Нижегородской области статистику зараженных пополнили еще 503 человека. Анализы на COVID-19 показали положительный результат у 130 соровчан. Росздравнадзор проведет в Сарове проверку организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. За помощью и решительными действиями к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обратилось Нижегородское региональное отделение КПРФ. Глава ведомства дал поручение провести проверку в закрытом городе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство направит регионам дополнительно около 400 миллионов рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска социальным работникам, которые помогали в этом году заболевшим коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В России начнут выпускать аналог инсулина ультракороткого действия. Препарат будет доступен в картриджах и при заполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручках Ринастр-2. Лекарство будет производиться по принципу полного цикла, от субстанции до готовой лекарственной формы. До этого единственным производителем инсулины Аспарт в России была датская компания. Росаккредитация открыла сервис, с помощью которого можно подобрать компанию для проверки счетчиков АД. Чтобы проверить компанию поверителя, необходимо ввести ее точное название или ННН в реестре РСА. Если организация найдена, она вправе проводить проверку. Если нет, то она не имеет права проводить проверку или данные о ней еще не внесены в систему. В Центре поддержки предпринимательства подвели итоги конкурса «Ёлка-фест». Жюри оценивало то, как владельцы организации украсили свои магазины и офисы перед Новым годом. В конкурсе приняли участие более 20 предпринимателей. Подробности смотрите в следующем репортаже. Весь декабрь они радовали горожан яркими огнями и новогодним настроением. А теперь сами принимают поздравления. В Центре поддержки предпринимательства собрались владельцы магазинов, салонов, кафе, торговых центров. Все, кто откликнулся на призыв принять участие в конкурсе «Ёлка-фест». Для бизнеса год был очень тяжелым. Но они не утратили оптимизма и в преддверии праздников постарались сделать свои заведения как можно более уютными и красочными. На самом деле вы все большие молодцы. Вы гораздо устойче, чем многие другие. И умеете с позитивом смотреть сегодняшний день. И это правильно. Потому что надо учиться в каждом дне искать хорошее, да, цепляться за это и подвигаться вперед. Первыми награды получили те, чьи творческие находки больше всего приглянулись горожанам. Отдать свой голос в поддержку понравившегося кандидата все желающие могли в официальной группе Центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. По результатам интернет-голосования третье место в конкурсе «Ёлка-фест» присудили магазину «Авокадо» на въезде в Балыково. Дипломы второй степени наградили студию свадебной атрибутики «Мадемуазель». А победителем смотра конкурса, по мнению саровчан, стала... Вероника Брычкова. «Фиеста». Поздравляю вас, Вероника. Я очень рада, что мы победили. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. В общем, здоровья, здоровья, удачи, любви и улыбок. Во второй номинации Слоу взял экспертный совет, в который вошли представители Думы и администрации. По их мнению, лучше всего передать новогоднее настроение получилось у коллектива гостиницы «Саров». Все победители и призеры смотра конкурса получили ценные призы, которые предоставили их коллеги по бизнесу. Авторский набор керамической посуды, сертификат на фотосессию и ужин в одном из ресторанов города. Без диплома участника не ушел ни один конкурсант. И организаторы планируют сделать предновогодний смотр «Елка-фест в Сарове» традиционным. Мы надеемся, что эта инициатива и в следующем году будет поддержана предпринимателями. Я, как ассоциация, естественно, буду выходить с этой инициативой, чтобы была возможность, опять же, и подарки, и стимулировать. А со стороны предпринимателей только креативить и как можно раньше украсить свои офисы, несмотря ни на что. В следующий раз, если позволит обстановка, предприниматели ближе к весне соберутся на другое знаковое мероприятие ЦПП – конференцию поставщиков. Эту площадку создавали для того, чтобы каждый бизнесмен смог заявить о себе, показать товары, рассказать об услугах и найти будущих клиентов. Больше возможностей с новым оборудованием. На грантовые деньги библиотека имени Пушкина приобрела необходимую аппаратуру для профессиональной съемки видеороликов. Теперь сделать полезный контент для соцсетей стало намного проще. Подробности далее. Мы продолжаем наш ТикТок-сериал по парт-истории. И сегодня мы поговорим с вами об удивительной картине. Но знаете ли вы, кого называют Северной Монолизой? Нет? Тогда давайте знакомиться. Серьезный контент в несерьезном формате. ТикТок-канал библиотеки имени Пушкина «Букстори Саров» выходит на профессиональный уровень. В октябре они получили денежный грант в размере 450 тысяч рублей на реализацию проекта. Сейчас сотрудники изучают тонкость работы с новым оборудованием. Сейчас у нас есть возможность записать и качественное видео, и качественное аудио, ну и вот все световое оборудование. Кольцевая лампа, конечно, очень важна. То, что пришла. Вот это мы знали, мечтали о ней. Потому что ТикТок – это же мобильное приложение. Видео теперь будут снимать на камеру нового смартфона. А хромакей позволит при монтаже накладывать интересный фон на изображение. Минутный ролик на этой платформе – кропотливый труд. Порой на его создание уходит больше двух недель, начиная со сбора материала, написания текста и заканчивая монтажом. Мы идем, наверное, теми же шагами, которыми идут пользователи ТикТока. Это же обычные люди, которые снимаются как могут. Кто-то покупает, приобретает себе лампы на свои же смартфоны. В том числе и у этих пользователей мы учимся, ищем какие-то идеи порой. В преддверии волшебных праздников на канале BookStory Саров вы можете посмотреть первые серии ТикТок-сериала «Книжные подарки», где команда библиотеки расскажет, почему книга – это хороший подарок. Задания на выносливость, вопросы на сообразительность, а еще подарки и мастер-классы. На воркаут-площадке в сквере на улице Садовой прошло заключительное в уходящем году мероприятие в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Здесь же на площадке исполнились заветные желания ребят, которые мечтали о спортивном снаряжении. А Дед Мороз показал пример того, как нужно поддерживать физическую форму. Как оказалось, Дедушка Мороз не такой уж и старый, если способен выполнять сложные упражнения на турнике. А может быть, он регулярно тренируется, как и многие саровчане, которые приходят на воркаутские площадки. В конце декабря на одной из таких площадок в сквере на улице Садовой устроили небольшой праздник для всех любителей физкультуры и здорового образа жизни. Одна из сегодня современных, лучших площадок, востребованных площадок. Действительно, ребята с удовольствием сюда ходят, потому что здесь удачно подобран комплекс. Он подобран и для тех, кто готовится к выполнению нормативов ГТО, и к тем, кто систематически занимается физической культурой и спортом. Предновогодний праздник устроили для юных спортсменов, чтобы наградить активистов и вручить подарки участникам «Елки желаний». Настя Блажнова мечтала о коньках. Отправила письмо Деду Морозу, и за несколько дней до Нового года ее желание исполнилось. Я очень рада. Спасибо огромное. Легкие, яркие, с удобными застежками. Именно о таких Настя мечтала. Девочке нравятся фигурные катания, она и сама с удовольствием выходит на лед. Просто на коньках ты можешь выпустить свои чувства. На коньках это очень здорово кататься. Особенно делать всякие ласточки, трюки. Завершился спортивный праздник мастер-классом от саровских лыжников. На лыжню не выходили. Спортсмены показали, как правильно подготовить инвентарь к соревнованиям, на что обратить внимание при выборе средств и как правильно их наносить. В следующем году занятия на спортивных площадках в рамках проекта «Спорт в каждый двор» продолжатся. Инструкторы и тренеры будут проводить мастер-классы и консультировать горожан по правилам сдачи норм ГТО. Одни украшают весь город к Новому году. Другие помогают собирать цветочные композиции. А третьи дарят весь спектр незабываемых впечатлений для детей. Каждый из них вносит свою лепту в создание праздничного настроения у горожан и заряжает их позитивом. В этом году управляющая компания «Энергия» создавала для островчан атмосферу праздника и волшебства в городе. Они установили главную новогоднюю красавицу, северное сияние, музыкальных снеговиков и многие другие праздничные объекты. К Новому году сотрудники «Энергия» преобразили и свое рабочее место. «Снаружи под крышей у нас находится очень красивая гирлянда. И мы считаем, что эта гирлянда как раз отражает энергию нашей компании, чтобы все издалека могли видеть, что именно наша управляющая компания «Энергия» находится здесь. Ну и, конечно же, внутри офиса мы тоже этим занимались, всем коллективом собирались в один из вечеров и украшали наше здание». Новогодняя магия здесь витает под потолком. К нему прикрепили пушистый снежок и разноцветные елочные игрушки. Наша управляющая компания «Энергия» поздравляет горожан с наступающим Новым годом. Мы желаем вам счастья, главное – здоровья, спокойствия вашей семье, гармонии. И, конечно же, чтобы вы верили в то, что будущее наше прекрасно. Цветочный магазин – место, где всегда царит праздник. В преддверии Нового года галерея цветов преобразилась еще больше. Кроме привычных букетов из роз, тюльпанов или гипсофилы, популярностью у саровчан пользуются новогодние композиции. Из веточек ели, свечей, шаров и других игрушек. Композицию с елкой, ее надо поливать, просто поливать внутрь, ну, буквально раз в два дня. И все, и она будет стоять, лишнего ухода ей не нужно, осыпаться она не будет, даже если вы забудете ее поливать, даже если она у вас засохнет. Такой новогодний букет не только подарит волшебное настроение, но и будет украшать интерьер долгое время. Сказочную атмосферу в самом салоне создают елочные игрушки ручной работы, упакованные подарки и открытки. Хочу поздравить всех саровчан с Новым годом, пожелать, чтобы Новый год был лучше, чем был вот этот, 2020-й. Хочется сказать спасибо всем, кто был с нами. Пусть в Новом году у вас будет как можно больше радостных поводов, событий, дарить букеты, композиции, а мы вам в этом всегда поможем. Сказочный лес, в котором уживаются олени, пингвины, кролики и змеи, создали сотрудники семейного развлекательного центра «Фокус-покус». Проходя мимо ярких композиций, гости могут дать волю воображению. Волшебный лес, что все зверушки живут, все очень дружно. А уже сам сценарий будут придумывать проходящие мимо взрослые дети. То есть взглянув на одну композицию, например, с зайчиками, рождается одна история. Посмотрев на олененка, который привез пингвиненка, рождается другая идея. Новогодняя витрина с животными здесь не случайно. В центре взрослые дети могут познакомиться с домашними экзотическими питомцами. Поздравляем вас с Новым годом. Пусть в вашей жизни будет побольше радости, побольше волшебства, сказочных эмоций. Все это мы можем вам подарить. Приходите к нам в центр. Мы вам будем очень рады. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова